Всем привет, друзья! Вы на канале Шэдвы Гровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем Хогвартс Легаси. И находимся в Нижнем Хоксвилде. Находимся прямиком в центре этого города, хотя город у нас состоит из двух домов. Ну, может быть, трёх, где-то ещё один выше стоит. Так вообще, да, реально, два дома. Вот первый. Интересно, кто тут живёт? Да вот же, спроси у него. И вот второй дом, если можно это назвать домом. И то я его уже ограбил. И второй дом чуть-чуть дальше. А, вот он, один, второй, и... 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 и вон там, вон ещё третий. Хотя он, может быть, и не здесь. Ладно, неважно. На этом. Чё ты от меня хотела там? Я два раза возле тебя пробегал. Рад тебя видеть, друг. И ни разу к тебе не подбежал, прости. Привет, Натти. Ты как? А отправилась после нашего памятного визита в Хоксвилд? Я в порядке, но беспокоилась о тебе, дружище, ведь за тобой охотятся на Ранрок и Руквотт с Харлоу. Сейчас со мной всё в порядке. Мы об этом не говорили, но я надеюсь, что теперь ты мне расскажешь, почему они тебя разыскивают. У меня одна вещь, которая им нужна. Ну, а ещё что я должен тебе рассказывать? Скажи мне. Не могу сказать, а вдруг ты на них работаешь? А вдруг это ты навела их на меня? Никогда не встречал Руквотта или Харлоу. Должно быть, они приняли меня за другого ученика. Мне свяка странно, что они с таким упорством преследуют ученика Хогвартса. Но как бы то ни было, я определённо грозила опасность. Но пока давай остановимся на том, что Руквотт и Харлоу представляют угрозу для нас обоих и для всех остальных, поэтому я хотела с тобой поговорить. В тот день в Хогсмиде я кое-что поняла. Я увидела твое мужество во время боя с Троллем и отвагу Сироны, бросившей вызов Руквуду и Харлоу. Ваша смелость и меня вдохновила на решительные действия. Какие действия? Мы с мамой покинули Матабель-Лель-Лэнд из-за таких людей, как Руквотт. Я не намерена сидеть, сложа руки, и смотреть, как они разрушают нам жизнь. Это может быть опасно. Руквуд и Харлоу сами по себе опасная парочка, а теперь они ещё и с Ранриком спелись. Тем больше причин их остановить. По слухам, Теофил Харлоу заправляет делами шайки Руквуда. Если справиться с ним, то вся затея Руквуда пойдёт прахом. Может и так, но разве негодяем? Вроде Харлоу не должна заниматься? Полиция. Я с ней говорила. Она была очень любезна, но по понятной причине мне стала обсуждать подобности с учеником. Я послушала разговоры бандитов Руквуда о незаконной ловле волшебных существ, которые замышляет Харлоу. Подумала, что можно разузнать об этом побольше, собрать оказать своего вины для констебля Сингер. Хорошо, но как? Я буду внимательно смотреть и слушать. Выясню, что именно замышляет Харлоу. Как что узнаю, сообщу тебе. А пока помни, я всегда готова прийти на помощь. Спасибо, Нэти. Будь на чеку. Это всё, что нужно было обсудить? В чём дело? Как вы смеете мне угрожать? Что здесь происходит? Задание завершено. Девушка из Аугау... У Агаду, вернее. Помогите незнакомке. Сюжетка, друзья, возле той самой палатки, которую мы с вами обхаживали в прошлой серии очень тщательно. Так это можно было поговорить где-то или там? Что так выезжать-то надо было на другой конец света? Могли обсудить это, просто выйдя за стены Хогвартса? Там точно какая-то ведьма живёт. Я решил вплавь ей сразу помочь. Ну, выходи давай. Кошмар. Ё-моё, я тону. Боже, кто-нибудь. Не уверен, что смогу здесь жить. Да, я тоже, тоже. Что я готов. К бою. Что, возможно, здесь и произойдёт. Да, здесь та самая ведьма. Они должны были здесь проходить. Думай. Кто там? Никого я тут не видела. Занимаюсь исследованиями. Мне некогда выслушивать. Трэд был Нору. Виктору Рукваду плевать на твоё время. Различик Банны Пип-Ламбы. Ха, на ловца и зверь бежит. Мистер Руквад хочет с тобой поговорить. Вы за учеником взялись? Заткнись. Оставь её в покое, собака. Остолбени. Так у тебя. А ты думал? Вот это разборка. Это кто? Дуэлянка Банда. Я буду наблюдать. Как в твоих глазах. Будет теплиться жизнь. В разделе коллекции ваш руководство появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах. Например, об их уязвимостях и определённых заклинаниях. Ага, хорошо. Давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ты, 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 ты. Откуда? Вы увидели себя. Да будет гром. Все, готово. Что это вообще такое? Как они посмели так себя вести? Причем неподалеку от Хогвартса. Ух, отбились. Почему не на вас напали, мисс? Вы в порядке? Полно. И вам много благодаря вашему мастерству в защитных заклинаниях. Не объясните ли, почему двое пемпламб готовы были отправить меня на тот свет, лишь бы добраться до вас? Пемпламбы? Грабители и вымогатели, подельники Виктора Руквуда. Похоже, они очень вам интересуются. Это долгая история, но благодаря за помощь. Ну что ж, на сегодня вам удалось от них избавиться. Прия предупреждала меня, что здесь становится все опаснее. Лучше продолжу исследование, пока они не вернулись. Кто такая Прия? Да, это моя подруга. Именно благодаря ей я заинтересовалась Мерлином. Она дала мне книгу о нем, когда мы учились в Хогвартсе. Трудолюбивая, как и все, пуфиндуется, великолепно варит зеленью. Своя лавка в людном переулке. Она странствующий торговец. Раньше меня узнает обо всем, что в горах происходит. Вы проводите исследования? Нора Тредвилл. К вашим услугам историки и археолог специализируются в изучении профессиональной жизненной пути. Мерлина. Неужто Мерлин и взаправду существовал? Я думал, это всего лишь миф. Миф, говорите, хорошо, что сэр Кедаган вас не слышит. Со своего портрета в Хогвартсе он только вещает, что о белых делах с Мерлином. Вы ведь знаете, что Мерлин учился в Хогвартсе. А я изучаю некоторые интересные приспособления, которые он здесь оставил много веков назад. Приспособлений этих колонн, витых виноградом, здесь множество. Я привыкла называть их испытания Мерлина. Я считаю, что он создал их как развлечение для друзей и зазеринцев. Он так любил всякие загадки и головоломки. Понимаю, чего Мерлин вам столько интересен. Мне не терпится узнать побольше об испытаниях. Хорошо, тогда расскажу вам маленький секретик. Никому еще не удавалось разобраться, как они работают. Но думаю, я только что обнаружила ключ к разгадке этой тайны. Подозреваю, что сладкая Малева – важный компонент, приводящий в действие механизмы испытания. Сладкая Малева – растение универсального применения. Мерлин постоянно упоминал его в своих трудах. Я как раз добралась сюда, чтобы проверить свою теорию, и тут меня так грубо прервали. Видите, в центре каждой спирали в записках Мерлина находится символ. Это навело меня на мысль, что... В центре символов нужно поместить сладкую Мальву. Вот именно. Не поможете ли мне с этим? Посмотрим, что получится из нашей маленькой гипотезы. Я привезла с собой целый сундук сладкой Мальвы. Он возле моей палатки. А я мучился в прошлой серии с этими символами. Вы про этот сундук? Да, берите побольше, даже если у вас уже есть. Да я купил в прошлой серии эту Мальву за 100 монет у одного барыги. А тут бесплатно. Теперь у меня она тоже есть. Отлично. Теперь обратите внимание на лозы вот здесь, на колоннах, и на спиральной земле. Эти элементы есть в каждом испытании. Бросьте сладкую Мальву на спирали, посмотрите, что будет. Бросаю. Ничего себе, видели? Лозы исчезли. И что теперь? Ну, там ничего неизвестно. Известно, что это за поминальные огни вокруг. Все, зажечь. Я пытался их зажечь, но без Мальвы не зажигались. Пройдите испытания Мерлина. Мерлина в оборотах. И если зажечь огонь, колонны уходят. Да, мне лоза мешала их поджечь, как я не пытался. Ну, теперь... Теперь это испытание мы пройдем, я вижу. Любопытно огни снова по... А, понятно. В нужном порядке надо сделать. Раз, два, и три. Еще не могу. Все, я прошел. Мерлинова борода, как красиво. Ну, и денек, даже не верится. Поговорите с Норрой Тредвилд. Да, говорю. Так, а что это такое? Зачем это? И к чему это? Там, кстати, в лагере этих... ...бандитов такая же фигня была. Полагаю, можно сказать, что мы достигли успеха. Можно, конечно, но теперь у меня еще больше вопросов. Как все это работает? Нужно свериться с записями, вдруг я вот что-то упускаю. Все эти испытания такие? Не совсем, но я думаю, при каждом есть эти характерные лозы и спираль на земле. Если наткнетесь на них, разгадывайте на здоровье. Думаю, у меня уже есть все необходимое для дальнейших исследований. Думаю, для каждого из них потребуется сладкая мальва, которую всегда можно найти в Хоксмиде, если понадобится. Вообще-то мне уже пора, очень рада была с вами познакомиться. Берегите себя. А я узнала все, что хотела, и теперь могу вернуться домой к своим книгам и записям. Так, завершите основные задания, испытания Мерлина. Разные испытания дают разные награды. Пройдите испытания Мерлина, чтобы повысить вместимость своего снаряжения. А, вот для чего. А я думал, покупать надо эту самую вместимость снаряжения. Ящик забыли. Палатка исчезла. Тебя ищет, сэр Николас, призрак нашего факультета. Он будет ждать возле большого зала. О, почти безголовый Ник. С нами решил заговорить. Это невероятно. Но я еще не готов идти, на остров сплавать. Это раз. И такую же самую фигню я видел в лагере бандитов. Надо туда еще раз тогда сбегать. К сожалению, не активировал, блин. Быстрое перемещение. Это что такое? Испытание Мерлина. Да, вот мы его нашли. И вот оно находится. И вот оно находится. Это ж сколько Малевы-то надо, да, сюда? Но у меня, одну я купил. Сколько мне она дала? Четыре, пять дала. Одну потратил. Раз, два, три, четыре испытания Мерлина есть. А это что за точка? Логово дворняк. Это мы тут были. А логово бандитов я теперь не знаю. Вот здесь оно было, логово бандитов. А вот здесь быстрое перемещение. Ну что, давай чуть-чуть побегаем. А, и вот же еще. Страница руководства спрятана тут. И на острове я еще не бывал. Раз, два, три, четыре. Все, окей. Так, народ. Сейчас мы с вами... Нет, подождите. Сейчас мы с вами, наверное, сбегаем. Вот сюда. Это по дороге домой я уже забегу. Быстрое перемещение тогда не буду делать, а пешочком. Вот тут вот одно есть, посмотрим. И остальные тоже активируем. Вместимость инвентаря. Насколько? Насколько оно хорошо. А, вот этого инвентаря, не одежды. Я думал одежды, думал снаряжение мое. Это я... Нет, как было, так и есть. Малеха не то, ну ладно. Ну ладно. Вон первое. Сейчас давайте к ней. Добежим. Всего 400 метров до... Смотрите. До нужной цели. У меня в Фугварте примерно такие же расстояния. А, ты не туда бежишь. А что ж мы поставили-то? Я бегу по квесту, а мне надо сюда. А что мне не выделяется путь, который я выделил, а только квест? Какое сказочное место. Да, вместо ничего, конечно. Но нам сюда. Поглядим, что тут можно сделать. А что тут можно сделать? Кладу. А, вот эти шарики без... Бесполезные. Ну, которые я назвал бесполезными. Задания можно отслеживать с помощью журнала задания. Ну да, там тоже такое было. Так а как мне их брать в руки? А это что? О, яйца пемплан бы. Те самые. Которые мне нужны. Хорошо. Так, я могу теперь брать эти камни или как? А, теперь берутся. До этого не брались. Вообще не брались. Акцию. И мне надо просто их разложить, да? Получается. Разложил. Ревиоса. Ну? Ну, одно сделали. Так, а их там три. Нет, две. Одна, вот три. Три, три, три даже. Ха. Так, а... А остальные где брать? Еще одну бросить что ли? Да нет, актив... А, вот. Все, 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 все. Понял. И там в лагере такая же фигня была, конечно. Прошли за мной. За мной, за мной. За мной, за мной. Во. Вторая такая же. Хорошо работает. И третья вот здесь находится. И здесь же находятся, наверное, эти штуки, да? Такая одна. А че одна? Надо четыре. Ну, давай. А вон и четыре подтянулись. Ну, все. Понятно. Как это работает, стало понятно. Не так уж и сложно, действительно. Была бы только Мальва. Значит, надо Мальву закупать. И причем, в промышленных масштабах. Надо ее закупать. Пойдите испытание Мерлина. Испытание выполнено. Все ж, я ничего тут больше взять не должен, да? Просто. Просто это сделал и все. Ну, да. Ладно. Давай тогда дальше. Давайте тогда дальше. Вот здесь еще по дороге было. И вот здесь было. И мне еще на остров назад. Вернемся уже с помощью огня таки быть. Давай сюда. Там какое-то руководство где-то еще зависло. И пока день. Пока можно бегать свободно по этим лесам. Без общей проблем каких-либо или еще чего-то. Просто бегаешь себе, бегаешь. То потом дворняги нападают. Еще какие-то собаки нападают. Еще какая-то фигня. Лезет со всех сторон. Ну, далековато, конечно, бегать. Козы всякие. Подожди. О! Это у нас золотоглазки. Те самые, которые нам нужны. Те самые, которые за сотню покупал кое-кому. О! Ведьма какие-то сидит. А че-то вы-то делаете? Сейчас еще одно. Еще один кустик оторву. Окей. Спасибо. Так, и что? И как здесь? Ревеллио. Ревеллио вот. Так, щупальца горюк губки. Щупальца горюк губки. Редкий ингредиент для зелий, который, как известно, повышает устойчивость к определенным темным чарам. И владает целебными свойствами. Однако, передозировка может привести к появлению фиолетовых волос в ушах. Благодарю. Рябиновый отвад. Бесплатный. Так, это есть. Здесь побывали. Здесь, кстати, вот костер прямиком. Могу это попасть? Вот так вот. Неожиданно. Просто, чтобы активировать. Да, там есть проход. Ну, чтобы не бегать потом больше. Это я к тому делаю, чтобы... Чтобы сократить время наше в будущем. Я без костюмчика нырнул, поэтому... Так, кстати, какое-то чудовище огромное. Темная дворняга, блин. Что ты делаешь? Так, попытка номер два. Пересечь... Пересечь территорию и сделать себе контрольную точку быстрого перемещения. Хотел сказать, сохранение. Игра вылетает. Переходи на эту локацию. Вот здесь вообще. Это первый вылет у меня из игры. Пушет. Что-то там... Какой-то чудовище какой-то вон на том берегу. 19 уровень. Попробую еще раз добежать до этого сарая, чтобы активировать эту штуку. Давай попробуем убить ее. Отлично, да? Блин, она крутая. Победить топеро... 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 Топероик. Очень круто. Язык топероики. Одна, конечно, может и не сильно крепкая. Вот тут у меня нафиг вылет был. Попробую обойти с этой стороны. Не знаю. Чуть не активируется. Он в доме, что ли, да? Центральная часть долины Хогвартс. Да, я в доме. Какие-то деньги. Со мной разговаривает перемещение. Все, сюда, все, все, сюда не ногой. Давайте обратно сюда идти. Тут какая-то грядка еще, минуточку, и сундучок. А, это эти цветы дудяшки. Или как они там, крякающие. Лощеная шляпа колдуна. Угу. Так, народ, давайте добьем то, что надо было добить для расширения инвентаря. Вот эту штуку. Здесь у нас уже быстрое перемещение есть, в случае чего можем сюда рвануть. Кстати, отсюда можно и на остров будет попасть быстрее, чем мы с вами можем. По этой дороге вот сюда прыгнуть, и мы будем на остров. Хотя остров, может, мне пока и не нужен. Может, ну, его нафиг. Все, тут ничего интересного пока нет. Вот это я хотел бы закрыть. Тут лагерь просто наш был. И вот это такое не активировать было бы здорово. Все, побежали. Просто при вылете игры можно будет быстро сюда попасть с помощью быстрого перемещения. Если оно у тебя есть, конечно. Ну, это первый вылет игры, конечно, за всю историю. Были проседания, были... Торможение, но... Игра не вылетала. Держалась до этого момента. И вот так вот это произошло между переходом локациями за Хогс, вот там. Между нижним... И средним. Да, это какой-то модул. Долина, короче, какая-то была там. А это что за домик? Просто пробегаем мимо. Его даже на карте нет. А он есть. Какая-то тропинка тут идет небольшая. Ну, то тут просто деньги. И можно войти. Прикольно. В каждый домик можно войти. Тут пыточное это. Какая-то камера. К чему этот домик? Кто здесь обитает? Какой-то явно нехороший человек. Так, начинает темнеть. Давайте ускоряться. В лесу мне совсем не хочется здесь ночью бегать. А, это я уже сломал? А когда это успел? Или... А, может быть, кристаллы не восстанавливаются, чтобы я не набил огромное количество кристаллов. Когда последний раз я здесь бегал, и видите, кристаллы разбил. Вопрос теперь еще к этим гоблинам нашим. А они все вернулись на место. А почему бы и нет-то? Смотрите, все на месте. Ты же серьезно? Да, все вернулись. Так это вечное это... Гринд можно устраивать здесь. Да ну это не серьезно, но народ. Здрасте. Нет, сколько мне их надо убить? Ну это, наверное. Она тут уже не на время, а так. Давай, древнюю магию. Так, вот его туда. Пипец просто. Это называется... Это называется... Мы с вами тут все можем приходить и качать вон то, что нам надо. Удерживайте двух врагов в воздухе 5 секунд. Победите врага с использованием ядовитые тентакулы. Знаете, все ухищрения... Я думаю, мы с вами... Ну вот же, удерживаю 5 секунд. А, двух врагов в воздухе. А у меня только один. Где второй? Где второй? Это как? Зараза. Ладно, ну вас нафиг с вашими испытаниями, окей? Я уже умираю, правда. Ой, чуть-чуть. Давай добивать. Куда бросаю, даже не знаю. Убей его. 14 коблинов добили. Я сюда пришел только из-за этой штуки. Вот только из-за этой. Ни больше, ни меньше. Давай, мы всех перебили. Нажимай. Есть такая штукенция. Открывай эту штукенцию. Уже все закрыли, ворота закрыли. Ну, красавцы. Можно было и раньше это нам придумать. У меня же были эти... Мысли. Активировать это все. Давай сюда. Я всеми силами пытался поднять эти мячики, но они не поднимались. Вон, а где же эти мячики-то взять под эту штуку? А, я не знаю. А, вот где. Ничего, дальше лежат. Огонь, давай. Инсендио. Левиосо. И... Акцио. За мной. Хотя Левиосо можно не использовать, мне кажется. Акцио будет, наверное, предостаточно. А их три обязательно, да? Должно быть всегда. Наверное, да. Где же третья? Рябиновый отвар. А где же третья? Ты, мы знаем, где третий. Я, нет. А, вон, третья. С той стороны. Пошли. Нашел. Вот эта активация, это того стоит вообще? Увеличение инвентаря. Испитание Мерлина. Не, ну, понятно, это как бы занятие в игре, чем заняться. Но она не такая уж и сложная. А вот, да, точно, в кузнице же лежали. Акцию. Пошли. Давай. Сам Эрин бы гордился такими достижениями. Да не спорю. И одно еще у нас по дороге осталось. Это 80. И плюс сундук еще вот здесь вверху остался. Я до нее так и не добрался. И до вот этих вот штук тоже. Может, сжечь надо. Он не сжигается. А, вот дверь. Это не дверь. Это не дверь. Это поставить, может, сюда. Зачем? А как сюда залезть? Задание можно отслеживать. Ну, все. Я не знаю. Все же правильно. Ну, что исчезает с карты. Да, ну, исчезает с карты. Там вон лестница есть. Мне, наверное, просто надо правильно поставить эти. Ну, да, правильно поставить эти и залезть на забор. А, ну, иди сюда. Вот эту штуку надо просто взять. А я ее не могу взять, если не подниму. Убирай. Ну, давай еще раз. Блин, ужас. Возьми. Что уже дрожит у нас? Опять что-то в игре сломалось. Да что ж такое, а? Я его же двигал же. Крич, опять что-то сломалось у нас. Надо загружаться, походу. А мы же его поднимали. Что за фигня? О, оно оторвало. О, оно просто зависло, короче. Была проблема с ним. Понятно? А куда же его поставить-то так, чтобы можно было куда-то залезть? Ну, давай здесь его, бацану, бросай это вот. Все, и левиоз выбирай. А, левиоз это как подъемчик может быть, конечно. Вот, 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 для чего. Понятно? Мы его взяли, этот сундук. Невероятно. Я думал, с метлой сюда надо заходить. А там аж 36 монет. Ну, некоторые, конечно, задания, но не стоят того, чтобы с ними вот это вот, заморачиваться с этой фигней. Вот ради чего мы сейчас залезли? Вот скажите. И грибок тоже закрытый со всех сторон. Это к чему? Ради 36 монет, ну, можно бы что-то и подороже дать бы было нам. С вами. Ладно, народ, все, здесь мы все сделали. Вот это еще хотел бы активировать, чтобы всегда пешочком не бегать. Но уже ночь, не знаю, пойдем, не пойдем. Могут это нас сожрать, конечно, по дороге. Но если мы активируем огонь, не надо будет бегать. Я не знаю, когда мне дадут метлу или грифона. Ну, пока вот как есть. Но опять же, может быть, вылет. О, там уже сюда летает новенькая. Смотрите, это сова. Это сова. Причем просто сова. Безобидная. Олень опасная. Так, игра, только не вылите. Ха, я тебя прошу, только не вылите. Мне просто нужно быстро перемещаться. Вот, все, я уйду отсюда, честно. Все, есть. Западная часть открыта. Все, меньше бегать надо будет, это здорово. Тут у нас логово топи-ройки. Тут у нас страница руководств, прям, прям возле нас. Это у нас дворняги мы были. А, вот еще хрень какая-то. Арн, установить промежуточный пункт. Арн. Отсюда можно добежать сюда. Чего он не активировался, когда я там был? Не знаю. Вверху что-то находится, но тут я не знаю. Залететь, наверное, надо будет. Олень интересный. Ну, наверное, залететь, наверное, было бы проще. Ну, мы и так залетим, без крыльев. О, тут лагерь какой-то. С деньгами. Перуанский порошок, наверное, тьмы. Этот порошок из Перу, при подбрасывании в воздух, создает непроницаемую завесу, устойчивую к большинству создающих свет заклинаний. Члены банды Пемпламбы используют его, чтобы незаметно воровывать крестьянские деревни. Ну, окрестные. Ух ты. Ну, спрятали, так спрятали. Школьный мандит для соревнований. Спрятали, так спрятали, это точно. Тут бандиты. Я думаю, на эту фигню, короче, будет квест отдельный. Пока мы не заметили, можно быстро телепортнуться отсюда. Вот это место у меня не активировалось. Тут еще какой-то торговец. Давай сюда. Оттуда добежим туда. Посмотрим, что за торговец. Сдадим ему одежду. Проверим остров. И по дороге активируем еще одно место Мальвы. И тогда уже возвращаемся назад в Хогвартс. А вообще ждем метлу. Мир большой, мир пустой. Ну, я бы сказал бы за Хогвартсом. Как бы, ну, он и должен быть таким. Тут, собственно, нет городов и там всяких этих селений. Есть точки интереса, но к ним, как вы видите, добираться не всегда быстро получается. Когда у нас будет полная сеть быстрых перемещений, тогда, да, можно будет свободно исследовать любую, даже самую пустынную локацию. Смотрите, тут собаки. Там эти. Вот ночью, конечно, не самое лучшее время бегать. Тем более к торговцу бегать хотел. Тут нам можно было вот сюда, вот на остров посмотреть. Ну, я хочу посмотреть сначала место интереса. Вот оно у меня. Сейчас попробую оббежать, конечно, если получится. Еще параллельно собрать золотоглазки. Ого, что так далеко-то. На вид, на вид рядом было. Сейчас опять намокну. Ай! Ого! Холодно же. Что-то, пиявки, пиявки тоже бери. Вот еще одно это местечко. Уже добьем эту локацию полностью, дочистим. А вот круг какой-то. Что-то такое. А, место Мерлина. То, что нужно будет зажечь. Они, видите, по-разному выглядят эти штучки. Приятная неожиданность. Активности разные, видите. Появляются у нас. Один. По дыркам считать, нет. Два. А, нет, тут одинаково. Ну, поджигай, наверное, поджигать, наверное, надо, нет? Нет. Разбивать надо их все, да? Что, просто разбить? Боже, на время, конечно. Но он еще одна. Я точно все правильно сделал? Берут меня смутное сомнение, что я сделал все правильно. И что мне тут надо было сделать с ними? Еще раз это активировать, что ли? Да нет, уже активно. Мое. Поджечь? Так, тут нет, что поджигать. Это просто разбил. Не знаю, что тут делать. Не думаю, что нам далеко надо забегать от этого места. А, вон, последнее. Наверху. Эти мэрли-триаллы не получат от меня. Жесть. Просто найти и попасть в этом испытании надо было. Активировали испытания мэрли-триаллы. Еще одно. Так, тут тогда все. Сейчас возьму эту... А, я не могу уже ее взять. Я ее уже взял, по-моему. Что она тогда горит? Непонятно. Вон дворняга. Кто-то убегает от дворняги. Давайте двигаться далее. Все. Это тоже место мы активировали. Я нахожусь вот тут. Вот это еще. Мне интересует, кто здесь торгует и чем. Тем более, вы меня уже заметили. И меня уже успешно используете щитовые чары. Использовал. Уловки засчитали? Да, мне уловки засчитали. Пока мы бегали с вами. Еще одна теплая дворняга. Используйте комбинацию заклинаний. Да отстаньте от меня. Привет, торговец. А, это ж наш знакомый. С тележками. А, Арна. А что ты не остался в городе? Все нормально. Я все рисую и рисую. Понятно. Ничего тут нового нам не показал. Ты бы еще, короче, в лесу каком-то бы закопался и там бы продавал. Не знаю, кому. Белкам бы продавал, зайцам продавал или еще кому-то продавал. Давайте посмотрим предметы. Которые мы нашли. Вот эту можно уже толкать. Смело. Так, шляпку нашли. Шляпка, по-моему, хорошая, но пока еще недоступна. 20 уровень нужен. Пусть полежит. И все. Остальное можно сдать, если что-то есть. Так, продаю тебе плащик. Продаю тебе очки. 19 уровень. Теперь жду шляпку. 20 уровень. Применить, посмотреть. Остальное все тебе. Так, тут все. Теперь я сюда посмотрю, что на острове. Но на острове, наверное, активности нет. Или отсюда уже посмотрю. Давай уже отсюда посмотрю. Будет, наверное, быстрее. Бежать. Бежать-то не вариант. Жду метлу. Без метлы я, наверное, дальше не пойду. Вот идем в эти все локации. Особенно в ночное время. На каждом шагу бои. На каждом шагу опасности. Ну, правда, ингредиенты получаем с вами бесплатно. А ингредиенты стоят дофига просто. Сколько у нас? По сотне стоит один цветочек. Поэтому прогулки должны быть. Ну, наверное, в миру. Тем более много я еще не могу открыть. Вот как с этими... С этим испытанием Мерлина. Где я просто пробегал возле этих шариков. И фиг поймет, что с ними делать. Так. Ну, фиг бы понял бы, конечно. Фиг это профессор. Давай вот это вот. Я вот очень хочу вторую серию посетить. Даже переодеваться не буду. Так прыгану. Просохну. Пока буду туда-сюда бегать. Просто хочу глянуть на этот остров. Там еще это вот огромное чудовище. Тут это Годзилла бегает. Давай. Вон она. Пушицевая топеройка. Или пушицевая. Да увидели мы. Какие требования? Переверните топеройку на спину. Как? Левиоса. Левиоса. Еще раз. Да что ж тебе по заднице-то языком-то? Перевернул? А как ее перевернуть на спину? Я не знаю. Левиоса не берет. Не, не выполнил я ее. Победите топеройку. Тут надо какое-то сбивающее заклинание, чтобы его взять и перевернуть. У меня пока таких нету. Может и есть. Сундучок. На этом острове все. Зимняя шапка из овчины. Вот ради нее я здесь и появился. Чтобы посмотреть на эту зимнюю шапку. Ну что, готовимся к зиме. Тут уже холодать начинает. Я все купаюсь и купаюсь. Да, чисто ради шапочки я сюда прибежал. Побегал по этому прекрасному острову. Где могу сейчас просто взять и не выйти из него. Ну ладно, норм. Норм. Все, деревья тут. И все остальное, да, недоступно. Хоть бы место какое-то было этого. Как его? Мерлина. Остров-то прикольный. С Годзиллой. Бегающий там. Шапочка, кстати, ничего. Наверное, высокого уровня. Смотрите, куда можно залезть. Если так посмотреть, да? По вертикали уровня. Судя по шарикам, я могу побегать и там тоже. Вдали. Так, шапочку давай глянем. Давайте глянем шапочку. Вот она, родная. Плюс 5 защита. Пригодится. Только вид мне не нравится. Вид мне не очень. Видите, я заменю на свою шапочку путешественника. Где она у меня? У меня, кстати, вот еще есть. Это чересчур пафосно. Давай вот это. С вот этой побегаем. Для нашей локации это то, что надо. Так, люди. Последнее место Мерлина в Нижнем Хоксвилде. В городе тезке моем. Я Шетвилд. Это Хоксвилд. У нас мы брать просто. С этим городом. В честь моих предков назвали ведь. Вилдом. Вот здесь вот было, да? Место. Еще одно. Или нет? Или мне показалось? Где-то же было еще. Да, вот есть еще одно. Там, где мы с вами открывали пещеру. И вот тут еще одна такая штука есть. Насчет Мальвы не знаю. Ой, только не разбейся. Допрыгай, допрыгай. Не разобьешься. А, она выше чуть. Вот она. Не знаю, сколько у меня Мальвы осталось на борту. Ее закупать надо. Да что ж такое тут у нас? Мне двойной прыжок нужен. Не может быть. Испытание Мерлина. Последнее Малево, по-моему. Или предпоследнее. Шар большой. Смотрите, каждый раз новое. Испытание, я имею ввиду. Его затащить просто надо, или что? Его вообще не упал. На, ну, отпусти. Лебиоса не берет. Сам я толкать тоже не могу. А, ну, толкается. Лебиоса не? Не, Лебиоса не берет. А ну, попробуй акцию. Нет. Не тащится. Не знаю, может сил нет пока. Может надо усиленное заклинание какое-то. Ну, не тащится. Хоть убейте. А, можно. Можно только. Только что-то я не то уже сделал, мне кажется. И куда оно у меня уйдет сейчас? А, туда куда надо уйдет. Слышите, просто надо было сбросить. А у меня аж мысль была туда затащить. Это с горы надо было столкнуть. Нифига ж себе, давай туда. Вот оно, вот так работает. Точно. Блин, круто. Я думал, не сделаю уже. Хорошо. Это вообще неожиданно. У меня были другие мысли. Наверх тащить, к этой штуке круглой. А где же ямка что-то была у нас? А теперь понятно. И такие штуки у нас, кстати, в Хогвартсе есть. Такие углубления, ямки, все на свете. Все, мы это тоже активировали. Что-то у нас сильно увеличился инвентарь? Но этот не сильно увеличился. А вот этот вот должен был увеличиться, да? А что увеличивается у нас? Не знаю, короче. Может потом увеличится. Так, ладно. У нас тут испытания пройдены. За бой, во-первых, мы получили топероек, открытие. Значит, ничего не получили, но открыли. А это что? А, вот еще. Тут я уже получил. Рецепт с характеристикой снаряжения. О! Рецепт с характеристикой снаряжения. Это рецепт я могу вшить, наверное, в одежду? Нет? Возможно. Это потом проверим. Так, тут ничего. По коллекциям и всем остальным потом посмотрим. По заданиям у нас вот. Задача провессора Геккат. Посетите занятия под темным искусством. Вот это. Вот мне надо. Хитроумные ключи собираем. Это охотники за недостающими страницами. Уровень 5. Это ник подождет. Сначала Геккат, потом к нику. Так, Геккат, я готов. Просто мы с вами откроем кое-что новенькое в наших боевых навыках, боевых искусствах. Вот тут он находится, да? Профессор Геккат. Да, только придется вздремнуть прямо на коврике, как мы это часто делаем. Ну что, первое наше исследование дикой природы прошло на славу. Теперь стало понятно, что нам нужно будет много сражаться. На каждый вид противников у нас есть определенная таблица и требования, сколько их нужно убить, чтобы получать бонусы и защиту от них потом в будущем. Пока только выполнили по волкам. Потом нам дают эти значки, я так понимаю, они вшиваются в одежду. Тоже у портных. У портных это, я так понимаю, надо в этот хоксмит тоже бежать. Ух, я уже соскучился по Хогвартсу. Давно этот не был. Мисс Геккат. Слушайте, она на месте всегда. Вы можете ускорить время, используя карту и нажав F. Спасибо. Так она швод стоит. Зачем мне ускорять время, если бабушка работает круглосуточно? Здравствуйте. Профессор, а вы сами учились в Хогвартсе? Да, я с радостью носила цвета к Октябранам. А почему вы спрашиваете? Мне любопытно узнать, как изменился Хогвартс за все эти годы. Вот как? Ну, вы наверняка уже сами заметили, что замок порой полон неожиданностей, и тут зачастую меняется не только направление лесниц. Что же до учеников, то они, по-моему, с каждым годом становятся более способными. Однако в мое время ученики шалили ничуть не меньше, чем сейчас. Когда я была старостой, то старалась закрывать глаза на всякие проказы. Хотя однажды я сделала выговорникой му, Финиосу Найджелусу Блэку, за поедание сахарного пера на уроке. Я и не знал, что вы учились здесь одновременно с профессором Блэком. Внешность бывает обманчива, видите ли, меня однажды ранило с самого времени. Ну, как интересно. В голове не укладывается? Ну, на моей предыдущей должности были свои риски. Вероятно, вы знаете, что я много лет проработала невыразимцем министерства. Невыразимцем, а что это? О, по вполне понятным причинам я не могу рассказывать о том, чем мы занимались. Да то, что сказать, что это довольно опасная работа. Надеюсь, на некоторое время вы удовлетворили свое любопытство. Да, спасибо, что поговорили со мной, профессор. Продолжайте упражняться во владении палочкой. Неприятности могут поджидать неугодно. Как в самом замке, так и за его пределами. Понятно. Посетите занятия по защите темных курсов в течение дня. Днем надо просто сюда явиться. А тут нет кружка, да? Только на карту выходить. Ну, тут можно, да? Так, бабуль, может ты мне расскажешь сразу, как этой палочкой махать, так и я дальше побегу. У меня там Ник ждет. Ну, ладно, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай подождем. Да. Бабушка на том же месте стоит. Ничего не изменилось. Во, теперь я пришел правильно. Ну, ничего себе тут у вас творится. Все учатся. Смотри, как прилежно. Все, что ли? Себастьян, а я где? Меня забыли, я под партой валяюсь там, наверное. Меня задело. А, нет, не задело. Профессор Гикат, у меня к вам дело. Надеюсь, вы справились со всеми своими поручениями. Профессор, новые задачи тоже сделаны. Прекрасно, значит, вы готовы к изучению Экспелиармуса? Сосредоточьтесь, обезоруживающие заклинания порой достаточно, чтобы справиться даже с сильнейшими темными волшебниками. Для заклинания нужна сосредоточенность и твердая рука. Этого у нас хоть отбавляй, пожалуйста. Я оглянулся, просто посмотрите, что там, догонять, не догонять. Разблокировано, новое заклинание. Хорошо, если решите попрактиковаться еще, манекен в вашем распоряжении. Так, задачи, наверное, выполнены. Плюс 150, хорошо. Ждем 20 уровень, новая шапочка, новые свойства. Экспелиармус выбирает, выбивает палочки или другое оружие из рук врагов. Различных типов врагов реагирует на это по-разному. Отлично. Мне нужны эти, вообще-то, как его, новые слоты, заклинания. А это что такое появилось? А, это ж невидимость, да? Ну да. Подкравшись к врагу, нажмите, надо будет этим как-то пользоваться. Эта, что я еще хотел? Что, что? Экспелиармус. Опять же, это вместо чего-то или как? Почему дальше нельзя? Ну вот же, слот еще свободный. Мне не хватает заклинаний. Или я что-то не догоняю, как ими пользоваться? Экспелиармус. У вас тепло получается, но не забывайте тренировки. Однажды, Экспелиармус может спасти вам жизнь. Я не забрасываю тренировки. Ну вот палочка. Ну, это вещь хорошая, но если у тебя хватает кнопок, чтобы ее использовать. Все нормально, мисс Гекат? Я просто тренируюсь. Упражняйтесь. Ну да, палочка исчезла из рук, а значит она слабевшая. Ну, на небольшое время, но исчезает. Ладно, горите мне назад вот эту штуку, потому что для исследования она больше нужна. Поджигай там всякое. Ну все, я тогда готов дальше идти к Нику. Мы все сделали. Все, что можно было сделать, мы сделали. Так, тут-то у нас вот еще побочный квест. Сумятится из-за сладостей. Поговорите с Гарретом Уизли. Опять у него проблемы. Магический рецепт. Это раз. А еще... А, вон еще. Нет, подожди, а тут есть что-нибудь. Это подземелье. Вот тут у нас появился побочный квест. Поле призывателя. Матч первый. Поле призывателя очень популярна в Хугварсе игра. Студенты часто собираются у доски в поисках новых соперников, которым можно бросить вызов. Неудивительно, что конкуренция между факультетами очень жесткая. Победив Натио Найи и Леандера Пруэта, мне удалось продемонстрировать свои способности. Я с нетерпением жду возможности найти себе новых соперников. Понятно, это шары мы с вами катали. Ну, давай сюда. Давай попробуем покатать шары. Вот тут, кстати, у меня еще лужайка для полетов на метлах не активирована. Сюда сейчас это. Активируем лужайку с вами. И покатаем шарик. А что, мне игра тоже понравилась прикольная. Это когда мы акцию шары тащили. Так я победил Найи 1-1 у нас был. Ничья. Я ее не победил. А вот Пруэта, да. Хотя с Пруэтом мы знакомы. Видите, мы с ним уже играли. Это тот же, кто меня водил по теплицам. Я же говорю, фамилия знакомы. Вот так вот, да. А он сказал, что мы не знакомы. Так, что тут у нас? Вот в этой локации мы практически не были. Нам еще надо жетонов насобирать для активации сундука. А что звенить-то, ешь, ну ешь. Теперь начинается эта тема. Звонки непонятные. Вверху, внизу. Вот это, наверное. Да нет, я отсюда пришел. А, это вонючий коридор. Да, я сюда не заходил. Вот тут сундук какой-то. Дел он тут у нас. Ладно, неважно. Давайте потом все это найдется. Я тут же нахожусь, да? Да, мне надо активировать эту лужайку. Ого! Офигеть. Ну да, мне надо пробежать в обход. Ну тут тайно. А куда тогда дверь ведет, если это в обход? Или тут замок? А никуда не ведет. Может так пробежать? Вот она. В обход. Ну не, нормально в обход? Она просто не показывает, если ты на улицу выходишь. Вот это прямиком. Метр по, буквально. Ишь ты. А, это не она. Молодец. Обрадовался. Это же твари здесь, блин. Домик с тварями. Вот эта площадка. И вот здесь вот быстрое перемещение. Вот теперь оно. Воу, 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 воу. А это не проход куда-то? Похож. Есть. Обнаружена точка слетающей плави. Поле призыва матч обновлено. И куда мне обратиться здесь? Где тут записывают на матч? А, иду. Понял. Леандр Пруэд, привет. Опять ты. Что ты здесь делаешь? Хочу предложить тебе сыграть в поле призывателя. По моему делу пора узнать, на что ты годишься против настоящего мастера, а не против неумев, которых мы подбираем. Поле призывателя это не просто игра, мне становится понятно, в чего стоит ведьма или волшебник, но что скажешь. Я готов всегда. Отлично. Ну чё, давай. Поехали. 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 А чё он первый? Я тоже хотел первым быть. Пойму нетку бросили. А, она ещё толкается. Слышишь, а как ты поворачиваешь мячиком во время движения? Вот мне интересно. Вот сейчас он улетел влево, а ты его повернул вправо. Это как вообще? Просто интересно. Взял, так затащил его, прикольно. Пошёл вон отсюда. Я просто расчистил проход. Чтобы не мешал. Всякие мячики нам не мешали. Слушайте, у него интересная система катания мячиков. И останавливание их там, где надо. Давай, и тебя вытолкнуто. Думаю, что ты самая умная здесь, да? Иди сюда. И я 50, я заработаю. Пожалуйста. Я, конечно, хотел тебя вытолкнуть, но ты остановился быстро. Только не толкай меня. 30. Ну, и я 30 сейчас сделаю. Нет, тут я не сделаю. Вот тут вот. Вот так вот. Давай, вот так. По диагонали лёгкой сюда. Давай. Ну, я победил. Деньги дадут? Оля призыватель, аж это победитель. Ха-ха-ха. Ха-ха. Я просто немного подфаритил. Э-э-э-э-э-э. Не расстраивайся. Ха-ха-ха. Спокойся, Леандр, не надо так расстраиваться. Ну, ладно, ты молодец, по крайней мере, лучше меня. Скажу остальным, что ты достаточно хорош, чтобы продолжить игру. Другие... Я проиграл сам антидейл 7 матчей подряд. Другие игроки в поле призывателя решили так, раз ты даже не можешь победить её, для них ты подавно не соперник. Ну, продолжай тренироваться. Вышенос, и всё у тебя получится. Ну да, пожалуй, ты прав. Скажу остальным, что ты прошёл испытание на храбрость. Какая храбрость? Какие-то шарики, непонятно, что их катать-то... Подумаешь ли? Обычное дело. Так, хорошо, ладно. А тут нельзя, да, играть постоянно с кем-то? Когда только квест предложат? Ну, хорошо. Подождём, когда предложат. Так, народ, вот тут ещё чёрным... Вот тут есть у меня квестик ещё, вот, вот он. Давай сюда, мы тут уже активировали. Отсюда быстрее, наверное, будет с большого зала, да? Давай отсюда. И там же сюжетный квест, безголовый ник. Что-то там почти безголовый, извиняюсь. Почти безголовый ник. Хотел со мной поговорить. И плюс ещё какие-то проблемы со сладостями или что-то такое. А так у нас есть аналог игры в боулинг, да? Только с обратным эффектом. Надо не бросать шары, а тащить шары. Нет, ну оригинально, смотри, какие ещё придумают эти сложности. Это был первый уровень сложности. Хотя вот эти движущиеся штуки были посложнее. Вот эти, когда ездили они влево и вправо. Эти отталкивали, но тем не менее, даже после толчка, вот мой соперник отлично как-то вернул назад свой мяч в движении. Вот это я что-то не понял, как он это сделал. Психи какие-то ходят, с книгами обнимаются. Это просто его любимая книга. Что вы делаете? О! Нифига себе! Я так тоже хочу. Хотел, хотел ему немножко это, испортить день. Если что, больничное крыло закрыто на замок. Я сразу предупреждаю. Там только лечат возле ворот. А лохомора я не знаю, я тебе не понесу. Подожди, мне сюда... Не, мне сюда. Мне вот в эту область. А где он, вверху? А это кто? Блин, а что вы все такие волшебные? Смотрите, все летают. Шляпа тащит. 34 сюда? А, сюда. О, я тут и не был в этом крыле. Герб Хогвартса, страница руководства. На гербе Хогвартса изображен лев-змея, орел и барсук, которые представляют 4 факультета школы. Внизу красуется девиз Драко Дорменс Нун Куам Титиландус, что означает никогда не щекочи спящего дракона. Это совет, наверное, какой-то. Чего я тут не пробегал раньше, интересно? Чем я был таким занят? Это куда? Подожди, был же. Не, на светлой огоне актив... Ого. В ад, что ли, лестница? Стоять не был. Сундук бы я не пропустил. Хотя это я помню. Опять меня понесло. Все, держите меня. Люмос, Люмос, это все одинаково в этих коридорах. Ладно, не надо туда идти. Дайте чуть позже. А это что? А, этот санузел. О, туалет именной. Раковина Слизерина. Ну, на факультете Слизерина. Три туалета мы уже видели. Еще по Финду я не видел туалет. На одном из медных кранов. Это, казалось бы, обычная раковина в туалете для девочек. Нацарапанная маленькая змея. Никто не знает, что это значит. А я вам не скажу, что это значит. Нажать-то не на что. Тут же где-то аж-это аж. Да? Лестница активируется. Так, проверим. О, да тут вообще красиво. Смотрите. Не входить. Ага. Цветочная ферма. Мы видели с вами кабинет зельеварения. Туалет с тортиком. А вот туалет... О, ау! Туалет с цветочками не видели. Ну все, Слизеринцы. Теперь я видел все. Так, теперь вы мне еще обратно выйти. Я уже не помню, как я все заходил. О, нашел. Нашел. Квест. А, это здесь. Ай. Ревелию нельзя нажимать. Иначе отпадает назад эта штука. Лумоис. Лумоис. Нес-вынесу. Я запутался. Подожди, это что? А, вот. Ё-моё. Есть такое. И такое. 39.50. Интересно, что после 50 будет? После 50 будет старость, да? Так, нет. Давайте наверх. Иначе мы здесь будем долго бегать. Наверх, это сюда. И он прямо... Замок второго уровня. Замок первого уровня. Ё-моё. Я теперь не выйду из этого ада. Поэтому с лизерин и не хотел попадать. Потому что не могу выйти из их подземелья постоянно. Сюда. Да, вот лезется. Мне нравится Хогварт. Живем на высоте. Все видно. А эти, блин, в подземельях живут. Как змеи настоящие. Так, а это мы что-то с вами открывали. Нет, мы здесь пробегали, но не очень. Так, знаете, чуть-чуть. Там что-то прогружается у нас. Привет. Привет, это я, Гаррет. Надеюсь, минутка. Привет, Уизли. Мой лучший друг. Минуту. Минуту. Есть. 40-50. Хорошо. Чё надо? Ты звал меня, Гаррет? Звал. Ты помог мне с пером в фупфера на зелье варенье. Я подумал, что именно твоя помощь мне не помешает. Видишь, я придумал напиток на основе летучих шипучек, но мне не хватает основного ингредиента. Не терпится увидеть, что ты там варишь. Это настоящий дар. В общем, я думаю, что главный ингредиент летучих шипучек сушеные жалы веретенницы. Говорят, они хранятся в подвале сладкого королевства. А я там бывал. Я бы сам туда отправился, но тетя Матита не спускает с меня глаз, считая, что мне нужно больше времени уделять зелье варенью, а не собственным идеям. Так что предлагаю тебе попробраться через тайный проход в подвал сладкого королевства, прихватить для меня несколько сушеных ингредиентов. Тайный проход — это по моей частью. Отлично. Дай бы тайный путь и замка всегда полезны. Здорово. Спасибо. Но щи, что этот путь не то чтобы быстрый, полезен он именно тем, что мало кто знает. Проход вскрыт за статуей одноглазой ведьмы в коридоре третьего этажа. Просто коснись ее палочкой и скажи «Десендиум». А может, попросишь кого-нибудь купить... Подожди, может, попросишь кого-нибудь купить их тебе? По-твоему, это не воровство? Давай спросим. Господи, я же не прошу тебя ограбить, Грингос. Сладкое королевство не обеднеет, а мне хватит пары штук. Это всего лишь ингредиент для сладости. Никто даже и не заметит. Поверь мне. Может, попросишь кого-нибудь купить их тебе? Я могу купить тебе миллионер. Они не продаются, а подвал в любой момент могут запереть. Так что самый надежный путь туда и обратно через тайный вход. Ну ладно, я попробую. Договорились, если поможешь, я разрешу тебе первым попробовать мой новейший напиток. Боже, сохранить. Интересно, удастся ли убедить Амита помочь с домашкой по зеливарению, тогда тетка слегка ослабила бы контроль. Нужно достать Агарета сушеной жалой веретельницы, чтобы он закончил свое зелье. Думаю, отыскать статую одноглазой ведьмы несложно. Да несложно, но... Как бы тут квест есть сюжетный, и ник тут стоит вон там, вон прямо. Наверное, активируется сразу он. Почти безголовый ник. Все исчезло, это... Блин. А это кто? А вот это, найдите статую одноглазой ведьмы. А, так он и активный, этот квест. Хотя это, подожди, отчего он... А! Так, главное, чтобы и камняник не пристал. А он там, он по центру начинается. Ой, я пробежал. Фух, повезло. Сюда, давай выше. Вот это я еще не открыл, вот эту фигню. Вот этот ключ, где-то он вверху, наверное. Но сейчас посмотрю. Статую одноглазой ведьмы. А где он говорил? На третьем этаже. Как тут этажи посчитать-то? Сейчас вверх самый залезу. А тут ключ где-то должен торчать, мне кажется, да? Это какой этаж? Люди, какой это этаж? Найдите статую одноглазой ведьмы. Интересно, тут у вас. О, я нашел ключ. Я бы вспомнил, сколько я пролетов пробежал. Подожди, я ключ ищу. Статуя тут, я понял. А ты что там делаешь? Тоже ищешь ее уже, да? А вон дверь. А дверь я открыл. А сам замок. Во, нашел. Фух. Ну, не то нашел, нашел этот, еще один шкаф. Давно хотел его открыть, я открыл. Сколько, интересно, у меня их осталось? Уже там факультет. Ладно, не важно. Ревеллио. Ревеллио. Вот здесь где-то надо искать. Кажется, это нужная статуя. Так, какой там был пароль? А, вот статуя. А, вот статуя. Блин, там было это, описание. Дисендиум. Да верните меня назад. Это она звенит постоянно, эта ведьма. А я не пойму, что на лестнице звенит. Ведьма звенит на третьем этаже. А назад можно вернуться быстро? Да, так я так и вернусь же, что я по-другому не вернусь. Хотя быстрое перемещение, что никто не отменял. Ого, кто бы мог подумать, что это такое и есть. Игра не вылетела сегодня второй раз, и это хорошо. Так, а обратно, если? Южный коридор к мощеному двору. Интересно тут у нас. Лифт? Лифт. На нем можно спуститься, но он, похоже, сломан. Неужели репару? Репару! Вместо чего? Вместо этого. Репару! Неплохо. Я могу бизнес открыть по строительству домов и реконструкции зданий. Кажется, сработало. Да не то слово. Костюм дуэлянта. Все собираем. Всякую дичь. Тряпичную. Так, ну поехали, чтобы там не было. Я опять как Индиана Джонс. Нифига себе, в сладкий магазин, да? Добираемся. Через недра земли, фактически. От вызови хорошего ничего не ждите. Это вечные проблемы. Серебряные очки. Вот, пожалуйста, еще. Кое-чего таскали. Этот замок не перестает меня удивлять. А это что? А, сукка вот там. Да не сук, а сук. Ничего себе путешествица. А вот сундук. Так, это... А долго я буду переключать вот эти вот менюхи? Люди. Как мне сделать четыре панели, чтобы они одной кнопкой переключались, а? Ну это же невыносимо. Неносимо. Репара менять на эту. Потом на ту. Пурпурные очки с глазами дракона. Сколько у меня осталось там этих? Опять моих ячеечек? Четыре. Нет, еще ничего. Я думаю, будет хуже. Еще ничего. Так, ну хорошего ничего не нашел. Это все похуже моего. Еще что-то со снаряжения осталось. Ну ладно, попозже чуть-чуть. А, так я по-другому бы и не прошел, да? А, прошел бы, только надо было прорезать там. Это не ключ? Нет, это не ключ. Что это такое? Я в ловушке. Как же я сюда выбраться? Наверное, Левиоса? Нормуль? Еще и Актио можно. Ну, что-то больше не работает. А, я хотел нырнуть. А она тут вот. Вот оно что. Так, Ревеллио. Сундучки. Еще какие-то очочки, да, небось? Шотландский шарф. А у меня разве его не было? Это я там же. Сколько тут всего? Вот это путешествуется. Вот это я понимаю. Нужно как-то здесь пробраться. Да неужели? Слушай, что она заплыть нам было, да? А ну попробуй заплыть. А ну вперед у нас хороший плавец. Костюмчик не будем переодевать. Мало ли, тут пещера стрёмная. Еще что-то заползет. Да, есть эта дырка. Так, колесной шарф с замком и бахромой. Всю жизнь мечтал о таком. Он помощнее моего. Между прочим. Так, это похоже. А этот хороший. Необычный. Плюс семь. Как вам мой шарфик? Шарфик на плащик. Ничего. Смотрится здорово. А что у меня здесь еще осталось? Не пойму. А, костюм. Общий наряд остался. Костюм дуэлянта у меня добавился. Ясно. Шарфик надо под штаны. Это не годится. Это не стильно. Даже в этой пещере. Это не стильно. Но это слишком броско. Это тоже. Ну, это тоже не очень, конечно. Это почти сочетается. Ну, вот это уже оно. Ну, почти, конечно. Под обувь, конечно, надо было подбирать. Ну, ты какой-то у нас немодный. А у меня нет выбора большого, чтобы быть 100% модным. А ну, покажи. Мне вот это покажи. Ну, почти. Синяя тут перекликается. Тут эта тоже есть. С шапкой совпадает. Вот так побегаем пока. Не, ну, а вдруг в пещере какие-то будут мыши-папарацци? Ну, засним от меня и что далее. Я должен выглядеть даже в пещере неплохо. Тем более, тут столько одежды дают, намекая, что ты должен выглядеть хорошо. Что я, собственно, и пытаюсь сделать. А вот ты там был? Ревеллио. Ладно, давай дальше. Тут можно купаться десятилетиями. Левиосу. Это что? Не знаю. Смотри, там ничего не открылось. Тут репару, да? Ну, чудесно просто. Репару. Перетащить на ячейки. Я просто ищу здесь. Может, как-то мы все-таки автоматизируем перемещение вот этих четырех. Трех штук. Не тапсом, случайно, не контролом. Ну, тут уже четыре ячейки. Ну, тут прямо просто просится, чтобы оно автоматически переключалось. Может быть, позже, конечно, как обычно. Как ты не убился, я не знаю. Но у тебя это неплохо вышло выживать. Так, а теперь опять огонел. Там опять что-то починим. А куда это ведет? А это что? Тоже репар? О, че-то включил. Не знаю, короче, тут сначала надо прожать, что-то все дело. Инсендио. Инсендио. Да, если тут здесь прожить, то же. Так, Левиоса. Ага, получил. А что получилось? Мне просто интересно. А, туда пройти, да? А вот это что такое тогда? Ревеллио. А, ничего, понятно. Ну, просто заглядываем во все дыры. Чтоб ничего не пропустить. Нифига себе быстренько сбегать. Проще, наверное, было купить пойти за пять монет, чем вот это вот путешествие вот это вот совершать. Должен быть, это выход. А, здесь, наверное. Еще один шарфик. Затемненные очки без оправы. Классная вещь. Ревеллио. Нужно придумать, как открыть эти ворота. Да подожди, эти ворота успеются. Ще тут у нас... Зажечь надо опять. Инсендио. Все? Я в подвале. Пахнет сладостью. Похоже, сладкое крыльство совсем рядом. Немного подбарахлимся. 108 монет на ровном месте. Осторожно. Я уже в Хоксмиде, да, получается? А, выйти. Все. Так меня сейчас арестуют. Лучше надо было пойти договориться с этими, с торговцами. Сказать так и так. Я готов это... Чтобы не шляться по этим вашим, этим помойным подземельям, заплатить 50 монет и дайте мне эту фигню. В этом Уизли, родственник нашего руководства Академии нашей магии, нуждается в приключениях. А я его посыльный. Получается. Я, получается, пробежал маршрут от Самка. Там недалеко мы что-то бегали с вами. Все дороги ведут Хоксмид. Я про это тоже говорю. Так. Проход Одноглазая Ведьма. Это назад вернуться. Тут сундук спрятанный. Сладкая королева со шоколадом пахнет. Все, у меня уже нет ячеек. Как же найти эти сушеные жалы? У меня уже нет мест. Все, все. Последнюю нашел вещь. Вот она, по-моему. А это что? Не знаю, бери. Сушеные жалы, вертинец. У меня можно возвращаться в Галиту. Интересно, что за новое зелье не получится. Зачем это? Не знаю. Ладно, посвисит. Я себя выйду, меня арестуют. Наверное, да. А, я ночью еще сюда прыщу. Ну да. О-оу. Бу! Я призрак. А ему все равно. Можно я поеду? Я тут не ел год ничего. Ух, ё, я тут проблевался у вас. Помойте прилавок потом. Ладно, это мы все с вами видели, мы тут были. Просто если мы в первый раз бы сюда попали, да, тогда это было бы... Ну, кто-то деньги забыл. А деньги тут вечно появляются. Да? Ладно, выпустите меня. Это я на площади сейчас буду. Ночном нашем. Хоксмите. Раз уж я тут... О, смотрите, какую тут кафешка тут у них. Которую я восстанавливал после разрушения троллем. Оркестр вечерний играет. Смотрите, можно деньгу бросить. Пожалуйста, это вам. Хе, неплохо. И днем тут весело, и вечером. Ну и ночью ничего. Так, мне надо это. Это что? Это сова? Мне надо продать чуть-чуть кое-чего. Где тут ближайший магазин? Потому что я уже завален полностью всяким этим... Нужными вещами. Я вот здесь нахожусь, а магазин ближайший, который вот этот может предложить, да? Или нет? Давай сюда. Давай сюда, потому что там есть кое-что, что мне нужно. Тем более 90 метров? Что это тут тоже звенит? Чего тут звенит постоянно все? Звенит и звенит. А, вон слепой сундук же, да? У меня же тут слепой сундук должен быть где-то под мостом. Или здесь? А я уже ничего сюда не поставлю. Да, это он, это он, это он, это он. Сначала надо распродаться, хотя здесь деньги. Тут же по 500 монет, тут же вещей нет, по-моему, да? Ой, вот-вот летает, вот летает. 20 руководство. Сейчас, минуточку. Та-та-та-та, та-та-та-та. Опа! 500 монет. Хе-хе-хе. Вот так мы разбогатеем. Призраки появились в вечернее время, смотрите, носятся. Страшно. Здрасте, я вам сбываю, все награбленное, поэтому... А, я еще не посмотрел. Может быть, купим этот, рецепт из зелий сразу? Стоит ли тратить деньги, интересно, сейчас? Может, мне их по квестам дадут? Так, я ж ничего модного не подобрал, чтобы оставить себе. Да, вижу, что нет. Все, можно продавать все, что левое. Я не знаю, брать рецепты из зелий сразу, чтобы за ними не бегать. Вот, например, фокусирующего зелья за 1200. Дороговато, наверное. Зелья невидимости, которое делает выпивших практически невидимым. Зелья, которое в течение ограниченного времени увеличивает урона заклинания выпившего. За 500. Я не знаю, брать, не брать. Брать, не брать. Короче, продавай вот это. Продавай вот это. Вот это. Вот это. И немножко вот это. Да, и совсем немножко вот это. Но у меня все больше и больше легендарочек, смотрите. Потом их прокачаем. А этим я не могу пока взять. Сколько у меня? 7600. Зелья максима. Давайте одно купим. Мудрое решение, благодарю вас. Больше тратить не буду, просто одно купил. Там потом по обстоятельствам. Разблокирован новый элемент, который я могу готовить. Здорово. Так, и тут кое-что еще хотел просмотреть. Сейчас, раз уж я уже... Хоксмеди. Боже, призраки. О, на лавках сидят, смотрите. А, вот здесь, да, у нас было? Вот он. Я же говорил, что здесь ты у меня был. Я тебя помню. Сейчас тебя ограблю. Привет. Эта. У меня еще, кстати, в этом Хогвартсе остался на этаже. Мой давний друг сундук. Все, тут труп сундука. Осторожно. Еще, может, конечно, где-то что-то осталось. Но это уже потом. А, вон, кстати, еще что-то здесь висит. И книга летает. Что там не было, что ли? На меня это не похоже. Вот книга летает, смотрите. Не взял. И сундук не открыл. А он с глазом. А он с глазом. Сейчас будет без глаза. Запрыгивай. Спи, спи, спи. 500 монет. Наконец. Так, а это я даже не видел. Бочка. С пристанью. Хогвартсмит, здесь я пришел. Хогвартсмит, здесь я пришел. Привет, привет, уже здоровались. Поставить бочка. Это вверху, по-моему. Вот здесь она должна, наверное, быть. Все на замках. А тут что у вас? А, тоже музыкант. Не, я не помню, где это. А, вот, вот здесь все нашел. Это, если что, за домом. А это, вот это, надо оббежать с этой стороны и взять. Да? Вот, весело у вас. Да, тут проблема, просто ты не можешь слезть быстро. Это же два призрака. Вот здесь-то находится. А, вот она, нашел. Идем сюда. За мной, пожалуйста. Тут был быстрый проход. А, здесь призраки. Смотрите, учится летать. Призрак. Страшное место Хогсмит. Есть. Два, старое руководство. Ну что, все. Пошли по квесту. Да, пошли по квесту. Сдадим, вернее, то, что мы достали. Странно, что нас никто не это, не заругал за это, что мы украли. Пришли ночь в подвал. Этот даже не спросил, что там происходит-то у вас на самом деле. Очень странно. Ну, зато несколько, видите, задач в Хогсмите выполнили, которые были нами пропущены. Ну, и, собственно, да. Сундуки мы научились открывать с глазами. Три сундука открыли как минимум. Мы еще их с десяток точно есть. А с десяток это пять тысяч монет чистыми. Поэтому я и спрашиваю, покупать зелья. Рецепты, в смысле, не покупать рецепты. Все равно, что они понадобятся рано или поздно. Ну, поэтому я и думаю, брать не брать. Хотя они дорогие, по тысячу двести, по три тысячи есть. Нет, давайте по сюжету. Когда скажут покупать, тогда буду покупать. А то я сейчас накуплю, а на основной не хватит. Потом будем с вами бегать, убивать чудовищ, чтобы собрать себе на новый рецепт. Побежали. Кстати, еще спуск какой-то... Не, сюда бегу. Спуск какой-то подземелья есть. Если я туда спущусь, то это опять... Меня поглотит. Жажда исследований. А вот тоже интересно. Смотри, как приходит... Это что, рассвет приходит? Да нет, это луна просто бегает здесь. Ладно. Ладно, нам сюда. Так. Хлоквордс. Это мы пробегали, потом забегали сюда. Нет! 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 Я не уделю тебе минутку. Мне к нему надо. Стой. Привет. Привет, Гарри. Я принес тебе сушеные жалы. Принес? Невероятно. Но не бесплатно. Есть немножко, видите? Нотки жадности. Ладно, забирай. Ты же мой лучший друг. Наверное. Приятно было помочь. Вот возьми. Здорово. Не терпится приступить. Еще раз спасибо, когда сварю первую партию летучего пива, сразу сообщу тебе. Все. Это такое было задание. Просто пройти в Хоксмит. Стука по новому пути. Ладно. Пять из десяти. Двадцатый уровень. У меня две новых вещи. Да? Думаю, что да. Шляпа, по-моему, она появилась. Да, шляпа появилась. Теперь у меня сорок четыре плюс шесть. Опа. Настоящая ведьма. Так, этот теперь можно продавать. Опять же. Две можно уже продавать. Этот тоже двадцатого. Нет, двадцатого что-то у меня еще было. А что у меня еще было двадцатого? Что я не мог... Очки, по-моему. Да, очки двадцатого у меня были. Теперь и то, и то можно продать будет. Сколько у меня вещей тут можно вместить? Еще шесть. То есть еще три могу продать, будет девять. Ладно, я был в Хоксмите. Надо было раньше мне повышать уровень. Так, тут у меня жетончики, у их уже пять. А в сумме у меня сколько еще надо открыть шкафиков, чтобы ящик открылся? Не знаю. Так, сними свою ужасную шапку. Ты же не ведьма. Ты же волшебник. Где она? Нет, вот, вот. Тут вообще ничего не видно из этой шапки. Ладно, мы же вообще снять, ты дома. Это мы шапку надеваем, когда мы за пределами Хоквартса. Чтобы не надуло макушечку нам. Ну, привет. Да не кричи, это... Пойду. Че надо? Слушай, подожди минутку. Подожди минутку, у меня дело здесь есть небольшое. Окей? Одну минутку, просто вот, вот это вот. Надо закрыть вот это дело. Вот это, да. А как же я прочитаю, если у меня в IT теперь у меня здесь пишется? Жесть. Я не могу теперь прочитать эту. Смотрите. Она нечет... А, есть. С трудом, но... Фух, я думал, не смогу. Проход Сладкая Королевство. За статуей Одноглазая Ведьма скрыть секретный проход Хоквартса в подвал Кондитерской Сладкой Королевства. Попасть с него можно только с помощью особого заклинания. Во, я уже думал, не возьму это руководство, потому что оно накладывается на кнопку войти. И кнопка одна и та же, F. Ну все, теперь я готов, здрасте. Вы хотели меня видеть, сэр? Да, сэр Николас де Мимси, Дельфингтон, к вашим услугам. Принятно познакомиться, сэр Николас. Я знаю, найдены в вами книги о том, что в ней не хватает нескольких страниц. Возможно, я смогу вам помочь. Следуйте за мной, здесь недалеко. Погодите, откуда вы знаете о книге, о том, что в ней не хватает страниц? Среди призрака слухи разлетается очень быстро, а вас с мистером Сэлло увидели в запретной секции. Не волнуйся, я никому не скажу. А мы можем быстрее ходить? Следуйте за сэром Николасом. Рискну предположить, что я знаю, у кого эти страницы. Я отведу вас к нему, если по пути вы окажете маленькую услугу. Давайте. Я могу оказать, я тут все знаю уже. В этом нет ничего сложного, просто раздобыть на кухне кусок тухлого розбифа. Буду крайне признателен. Слышите, тут у меня это, дверь какая-то нафиг. Что это за дверь? Прошу прощения, жареное мясо или протухшее? Что это за дверь? Все верно, тухлый розбиф. Если медленно проплыть сквозь него, можно почти ощутить его вкус. А, так на кухне я был. Не думаю, что это под силу. Причем я тут вообще? Все просто, мой юный друг. Я призрак, и потому не могу ничего нести. Так пролети просто на кухне через него. Что за трудности? А теперь будьте добры, возьмите розбиф, остальное я объясню вам позже. Пришли, пощекочите грушу и заходите. Какую еще грушу? Вы сказали пощекотать грушу? Да, на картине. Я подожду здесь. Постарайтесь не пултаться у меня под ногами. И у домовых эльфов тоже. Я уже представляю себе аромат тухлого розбифа. Ладно, как скажете. Я понял, какую грушу, я просто смотрю, ничего ли тут нет. Но вот эта картина, мы с вами читали даже про нее. Груша смеется. Пощекотал. Еще пощекотать? А, тут надо много щекотать, чтобы она умерла от смеха. Ничего себе у вас тут. Ага. Ну ладно, заполучите тухлый розбиф. Ученик на кухне? Что тут может быть? Нужно ученикам. Наверное, прикусить захотелось. Ты же знаешь, какими голодными бывают люди, которые еще растут. Прошите, вы мне не подскажете, где складывают мусор? Идеал как раз собирался выбросить собранное за сегодня, оно вон там, в дальнем углу. Пожалуйста, угощайтесь. Спасибо. Я бедный студент просто. А, так мне можно не прятаться. Я думал, мне надо спрятаться. Даст, не подскажьте. Где у вас тут мусорное ведро? Я голоден. С противоположной мугли кухни. Принюхайтесь. Если его еще не вынесли, вы его быстро найдете. Спасибо большое. Не все же тут едят. Одни вкусности. Я вот питаюсь мусором. Все в столовой едят, а мне нельзя. У меня нету оплаты. За завтраки. Вот видите, и питаюсь чем могу. Вот и мясо, но не тухло. Надо еще поискать. Ракушка серая. Это ручка. Рукаять, в смысле. Так, жилые помещения домовых эльфов. Очень практичные изобретатели домовые эльфы создали для себя уютное жилище в деревенском стиле среди этих бочек на кухне Хогвартса. Конечно, никто и представить себе не может, что же на самом деле находится внутри, поскольку домашние эльфы владеют собственной необычной магией. По-моему, я его нашел. Наверное, почти у цели. Подожди. Рано еще. Выдающийся плащ мы еще не взяли. Спиртное. Со всеми доели, за всеми допили. И еще что-то звенит. Моё, что же звенит-то? Вот, зараза. Попробую найти это. А, вон, вижу. Вот оно появляется, вот как, знаете... Легкий силуэт. И попробую его обнаружить. Кухонные столы. Когда домовые эльфы Хогвартса ставят приготовленные дуны эти столы, оно волшебным образом переносится на столы в большом зале, который расположен прямо над ними. Понятно, как туда еда попадает? Вот-вот. А вот что-то тут еще у нас. Что-то такое? Какой-то шарик интересный. Прикольно. Ладно. Все, больше ничего тут не звенит. Вон там мой завтрак. Это для себя, да. Да, я недоедаю. Упс. О, ученик, как чудесно. Блин, это еще кто? Финки. Что, Финки может вам предложить? Так вина и печенье? Может, тосты с сыром? Звучит восхитительно, но я здесь с затухлым розбифом. Вас послал Ник, не так ли? Прошу, берите. Финки думает, Ник утомился бродить по округе, в надежде почувствовать хотя бы малейший намек на вкус пищи. Еда появляется при помощи магии? Что вы, нет, даже домашние эльфы не могут наколдовать еду из ничего. Еда – одно из пяти принципиальных исключений из закона элементарных конфигураций Гэмпа. Однако мы можем ее приумножать, трансформировать и, конечно, готовить. А затем мы отправляем ее прямиком в большой зал. У вас есть ограничения по меню? Нет, Финки так не думает. Однако Финки лучше всего даются многочисленные рецепты, оставленные Пенелопой Пуффендуй. Ее айвовый пирог всегда всем нравился, хотя новомодная арбродская ковченая рыба тоже многим пришлась по душе. Сюда можно ученикам? Вообще-то ученикам не положено находиться на кухне, но Финки не против. Мусор не надо выносить, да, Финки? Ничто так не поднимает Финки настроение, как общество учеников. У нас так редко бывают посетители, а лакомств здесь хватает. Приходите, когда вам будет угодно. Ладно, спасибо, я пойду. Приятно было познакомиться, спасибо за Росбир. Рада помочь, рада встрече с вами. Передавайте Нику привет от Финки. Финки, конечно, смотрится. Забавно. А можно я еще тут возьму еды для друзей, там, для Уизли чего-нибудь? Теперь я буду еще больше ценить завтраки. Да уж, на которых я не бываю. Ладно, несу. Это что такое? Ой, как вкусно. А вот и угощение вкуснять. Опять звенит. Да что ж такое? Что здесь теперь звенит? Прямо рядом. Может, выше, конечно. Здрасте. Финки у нас тут на кухне главный, руководит всеми домашними эльфами. А это хорошо, она ведь очень добрая. Круп. Домовый эльф, директора. Никогда пробирается на кухню поздно ночью, чтобы истощить немного еды. Мы закроем на это глаза. А ведь, видите, тут не звенит. Звенит вот тут. Даже не тут. Вот тут звенит. Значит, это где-то здесь, за дверью. Прям вот тут звенит. Что, босс? Вверху, что ли? Ну да. Ну ладно. Не знаю, что звенит. А, вы вернули? Все прошло гладко? Никаких. Финки шлет привет и тухлый розпиф. Рад это слышать, Финки. Добрый эльф у нас. Теперь нам нужно отнести это мясо сэру Патрику Дейлоне подмору, и мы будем на шаг ближе к тем страницам. Ничего не понимаю, сэр Никола, что происходит? Приношу нижайшие извинения, я забегаю вперед. Сэр Патрик, предводитель охоты безголовых. Это группа призраков безголовых, которые собираются для разных мероприятий для безголовых. Безголовые развлечения? Да, сами увидите. В общем, не знаю, как это вышло, но эти страницы были при жизни у участника охоты Ричарда Галкорода. Я планирую предложить пухлый розпиф сэру Патрику, чтобы он разрешил мне, то есть нам, поучаствовать в охоте и поговорить с Галкородом. Согласны? Э, этот розпиф был не для вас? В некотором роде так и есть. Понимаете, я уже давно пытаюсь присоединиться к охоте. Если я предпроднесу сэру Патрику мясо, это может помочь мне и одновременно вам, разумеется. Что мне делать, когда мы туда проберемся? Будет лучше, если говорить буду я. Они порой ужасно заносчивые. Однако я уверен, что они радушно вас примут. Вы немало имели благодаря тухлому розпифу, который вы принесете. Это опасно? Охота безголовых и мухи не обидит, не говоря уже об ученике. Это просто сборище веселых безголовых призраков. Ладно. Звучит заманчиво. Хочу познакомиться с Патриком лично и взглянуть на охоту безголовых. Чудесно, вы не пожалеете. Вот так вот. А я и думаю, лежит розпиф. Никто не против, чтобы то заходили. Явно какая-то... недосказанность присутствовала в этом квесте. Бери и пролетай через него. Через тот розпиф. А он у нас, кажется, для других целей, для других дел. Предназначен. Интересно, в какую локацию у нас сейчас переносит? Явно далеко за Хогвартс. Судя по загрузке, две или три локации мы с вами перепрыгиваем сейчас. И это, наверное, там, где мы были. Нижний этот... Хоксфилд. Да нет, кладбище. Хоксфилд, да? Держите за мной, нам нужен сэр Патрик. Эй, Нестер, смотри, кто появился. Мы тебе что говорили, почти безголовый Ник. Здравствуйте, сэр Эмсет. Позвольте нам пройти, и мы принесли кое-что в дар сэру Патрику. Небось, опять станет. Прошу я тебя принять. Ха-ха. Они всегда так с вами разговаривают? Они просто шутят. Когда сэр Патрик разрешит не присоединиться к охоте безголовых, я стану одним из них, а этот подарок его задобрит. Не забудьте, зачем я тут, сэр. Не волнуйте, скоро мы разыщем юного Галкреда, и вы сможете его расспросить. Это он? Сэр Патрик. Эх, что угодно надо было бы сейчас за кувшем медовухи, баранью ногу. Без этого и праздник не праздник. Может, вас устроить нечто иное, сэр Патрик? Сэр Николас, еще и с ребенком. Кто вас сюда звал? Кто вас сюда звал? Эм, мы принесли вам дар. Монючий разбив. Подозрительно все это, позвольте узнать, чего же вам надо. Нам нужно поговорить с Ричардом Галкредом. Где мы его позвольте? Где он? Эм, может, мы поговорим с ним? Ричардом Галкред, здесь, где же он еще быть? Только без головы, вот досада. Впрочем, вам, Ник, это чувство должно быть незнакомым. Я уверен, что вы всегда думали, что это как-то, гей, Ник? О, кстати, такой шутник. Его голова наверняка где-то поблизости, возможно, ее и сейчас играет. Если найдете ее, можете с ним побеседовать, я разрешаю. Считайте это благодарность за ваш зловонный дар. Это не самое, что я могу сделать для вас, для привлечения этого подарка. Сэр, я бы хотел обсудить с вами еще кое-что. Нет, нет, сэр Николас, сколько можно вам повторять? Требования для вступления в наше общество звучат четко. Но, сэр, мы все-таки неохота... Почти без головых, идемте, я вас провожу. Вам ведь пора. Теперь, пожалуйста, следите мне, и я помню вам, чтобы вы найти дорогу. У него уже голова полностью неотрезана, правильно? Ну что ж, прощайте, надеюсь, вам в этой компании повезет больше, чем мне. Почти безголовый Ник, голова у него держится на волоске, поэтому его не принимают никуда. Так. Найдите место игры охотников безголовых. Росбиф? А это что такое? Карта с парящими цветами. Со свечами. Это секрет какой-то, да? Вход в кладбище. Мост. И свечи. Ладно. Хм... С пропавшей страницей она, похоже, никак не связана. Оставлю себе бедбокам. Блин, а страшно тут ночью. Мы тут днем гуляли. Мы тут днем пробегали, тут все чисто днем. А вот ночью здесь жутковато. Куча призраков. А это куда проход? А мне сюда нельзя. Хотя я место это зачищал. Ну, в смысле, проверял на наличие всяких штукенций. А вот. Это ж тот самый сундук? Да, тот самый сундук. Сейчас я его вскрою. Прикольно. Сундуков все меньше и меньше у нас в Хокварсе. Скоро вымрут все. А чего вы ночью на кладбище делаете? Ну, вот я на месте. Потому что тут вверху лежит. Кто хочет сыграть с нами в фрятки в тыквах? А че она такая большая? Ладно, я хочу. И снова здравствуйте. Вы могли бы мне помочь? А, да, вы же юный друг сэра Николаса. Неужели он вас сбросил? Вовсе нет. Мне нужно поговорить с Ричардом Галкредом, сэр. Патрик сказал, что его голова где-то здесь. Вау, вполне возможно. Довольно необычно принимать в игру смертного, но если вы действительно хотите поговорить с ним... Почему бы и нет? Поговорите с Галкредом, если сможете найти его голову среди этих тыквов. Но не один, а целых пять раз. Старина Дамфри будет перемещать голову в новое место каждый раз, когда вы ее найдете. Таковы правила, но что скажете? Зачем вы с ними так поступаете? Ну, раз вы настаиваете, объясню. Галкред самый юный в нашем клубе, так что он должен заслужить свое место. Можете объяснить мне правила? Найдите его голову среди тыквов пять раз. Используйте палочку. Подробнее объяснять не могу. Как вы потеряли голову? Меня казнили вместе с товарищами по мятежу. Нам не нравилось, как обстоят дела в стране. И мы решили взять ситуацию в свои руки. Молодцы. Нас обвинили в измене, хотя, как по мне, они были неправы. Эх, если бы я всем этим руководил, дело кончилось бы совсем иначе. Ладно, сыграем. Если после этого я смогу поговорить с Галкредом, то договорились. Чудесно. Правда, у смертного с палочкой есть преимущество над нами, призраками. Так что не стесняйтесь, взрывайте сколько душе угодно. Запомните, вам нужно найти его пять раз, чтобы закончить игру. Не на время хоть? Начинайте! Машите палочкой, пока не найдете. Уже? По всей вести придется перепрятать ее в другой тыкве Галкреда. Так, ну одну нашел. Кто-то и загорел вырвать сколько душе угодно. Так я уже все сломал. Ужас. Ну одну я нашел, она была большая. Я бы тоже так мог, если у меня была палочка. Нашел еще? Ё-моё, сколько что-то... От тебя не укроется. Нашли вторую. Продолжайте искать, вы все найдете. Да я не сомневаюсь, что найдут. А главное, она прячется, может быть, там же, где мы уже были. Я тут все, короче, разломал. И телеги. И не телеги. Блин, две только нашел. И они заново появляются. Вот чем фишка. Хозяйка, надеюсь, не будет против, когда вернется и увидит, что мы здесь наделали. Я бы тоже так смог, если бы у меня палочка. Ну ладно, расскажи мне, что там мог бы. Третью нашел. Отлично. Ну, теперь она может быть опять где угодно. Просто идешь по кругу и снова разбиваешь все, что ты уже разбивал до этого. Вот тогда, наверное, с другой стороны. Плохо, что тыквы восстанавливаются заново. И что, четвертая будет, нет? Нет. Так, и где же еще? Мы на другой стороне. Тут это все уничтожило уже. Давай с этой пойдем. Я тут не только тыквы, я все разнесу, короче. Ты ломок, подумай. Вот, зараза, шагешь-то последнее. Я уже все обошел. Нашли ее. Короче, она, оказывается, не просто тыква, а тыква синяя, которую, ты уже понял, к четвертому разу. Хе-хе-хе-хе. А я уничтожаю, хожу. Так, смотрите, вот тыква и вон тыква. А что это за тыква? Да, надо было просто выделять их и смотреть. Ну, я немножко пострелял. Весьма неплохо, конечно, обнимала, помогла волшебная палочка. Тем не менее, примите мои поздравления. Поговорите с Ричардом. А я тут расстрел устроил. Неплохо, для живого человека, но хорошо. Говорите, что вам нужно от Галкарда. Вы заслужили это право. Неплохо, но я не понимаю, в чем дело. Ты ведь не участник охоты безголовых. Нет, просто сэр Никола сказал, что вы можете знать, где их искать, эти страницы из одной книги. Меллено Борода. Я знаю, о чем ты говоришь. Я стащил их у Пивза. Как же я мог о них забыть? Карта, изображенная на этих страницах, привела меня к гибели. В той пещере меня ждало то, к чему я оказался не готов. Скорее всего, страница до сих пор гниет рядом с моими останками. Вот уж действительно последний путь. Фу, я туда не пойду. Так ты лишился головы из этих страниц, и мне придется отправиться в пещеру и обыскать твой труп? Да, наверное, ты думаешь, что обезглавленный призрак уже привык к слову «труп». Предлагаю встретиться на пушке запретного леса, и я покажу тебе, куда идти. Как тебе такая идея? Не очень. А что в пещере? Ждет меня. Кроме моих брянных останков, если я правильно помню, там есть кое-какие сокровища, волшебный мост. Но что это будет за приключение, если я прямо сейчас раскрою тебе все секреты? Кто отрубил тебе голову? Я смотрел в пещеру и вдруг ощутил свежий ветерок, а после, ну, легкость в голове, вот, собственно, и все, что я помню. Я-то не пойду. Так что там, в пещере, будь готов. Правда, не знаю, к чему именно, но ты, похоже, сообразительный. Остерегайся легкого ветерка. Хорошо. Как тебе удалось украсть что-то у Пивза? Он же полтергейст. Я не крал страницу призрака, я просто подобрал, когда шел по следам его разрешений. Ему нравится крушить все подряд, книжные полки, флаконы, доспехи, лишь бы натворить как можно больше бед. Я подобрал их, пока он выставил в библиотеке, вряд ли он вообще заметил пропажу. Ладно, отлично. Мне очень нужны страницы те, так что встретимся там, спасибо. Не беспокойся, сперва мне нужно воссоединиться со своим телом, но в этом мне поможет Дамфри. Встретимся на опушке леса. Ух, охота за недостающими страницами. Курица какая-то большая. Ходит, топает. Неплохо постреляли. Прям замечательно. А куда идти дальше-то? В какой опушке леса? О, не здесь разве этот квест? А, во. Встретитесь с речным галкородом рядом с запретным лесом. 388 метров до. Ну да, это будет новая у нас локация, находящаяся... Ого. Ого. Это я нахожусь здесь. А нам надо вот аж сюда. А это место... Лого пушистиков. А, ну да, мы проходили мимо, когда гуляли. Тем не менее, активировали этот костер. И можем сюда с вами идти. А это что такое? Боевая арена темных искусств. Ух ты. Промежуточный пункт. Ладно, вернись назад. Мне нужно в магазинчик забежать. И, в принципе... И, в принципе, потом двигать... В темный лес. Но темный лес, я думаю, мы с вами это... Оставим на следующую серию. Это новая локация. Плюс там еще нам могут отрубить голову. Ну, наверное, сегодня мы уже хорошо набегались. Привет. Я опять тебе принес всякий мусор. Вот эту шапочку забери. Потому что я там наберу много нового. И вот эти очки забери. Отлично. А это все пока я храню. Надеюсь, вскрыть сундук... Нашего факультета и сложить туда вещи, если он для этого создан. Так. А ну. Ну, семь вещей. Достаточно большое количество, как по мне. Кстати, еще что-то у меня на замок закрыто. А что у меня на замок еще закрыто? А, вот что закрыто на замок. Выдающийся школьный плащ. Который я не могу пока открыть. Могу только уничтожить. То есть, скин я еще не забрал. Двадцать первый уровень. Ну ладно, попозже тогда. Да и для палочки мы нашли вот эту штукенцию. О, прикольно смотрится. Да, нормально. Чего бонусов нет на нее? Было бы круто вообще, если бы она была еще у нас соответствующая. Ладно. Так, смотрим по инвентарю. Здесь мы нашли с вами вот эту карту. С парящими свечами. Карта сокровищ. Это... Я даже не знаю, что это. Ну, это возле моста, как по мне. А где это ты оказался? А. А мост у нас вот. И где тут карта с парящими свечами? Хотя это не очень похоже на этот мост. Наверное, больше похоже на мост. А тут больше и нет мостов-то. А, на вот этот мост больше похоже, да. Блин, прикольно тут ночью. Смотрите, призраки едят, живут своей жизнью. Утром тут совсем по-другому. На рассвете мы тут тоже были. Тоже прикольно. А вон летает что-то. Ну, вот этот мост. Возле входов на кладбище, да? Только я не помню, что тут надо делать. А, ну посмотри еще свою карту. Что-то я забыл уж. Мы с вами просто тогда ходили, и он сам все говорил, что надо делать. А тут, а тут непонятно. Вот тут вот люмус надо сделать, да? Люмус, на мосту. Чтобы зажечь свечи. А это при чем? Наверное, на мосту люмус сделать. А ты вылезешь теперь отсюда? Ой, берут меня сомнения. Давай сюда. А, ну давай, люмус. А это кто? А ну, люмус не тут. Люмус. Это я не знаю. Может, ты не знаешь, что тут надо делать? Мост, по-моему, этот же. Какие-то свечи куда-то ведут. Вход тут. Ой, тут вообще ужасы творят. Смотри, что творится. Не знаю. Не догоняю. Какой-то надо сделать систему правильных действий. А не делается. Вот на мосту. Это вход в кладбище. Лес. Люмус. Свечи летающие какие-то. Ну вот, вход в кладбище. Это же он, да? Да нет, не совсем он, но все же. Люмус. Какие-то летающие свечи. Может, дальше? А дальше есть мост? А, еще один есть мост. А, вот вход в кладбище. Так тут много таких мостов. Может быть, это? Так это тройной мост. Не такой мост, какой был. Ревельо. Да нет. Люмус. Что-то звенит, конечно. А. Когда не то, что мне нужно. Не знаю. Какой-то вход, где-то, что-то, как-то. Вот так вот. Убийца сундуков. Там же мостов уже нет. Если у нас эти уютнее Хоксмеда. Ну, это не тот мост. Да это уже и не мост. Это тройной мост. А у меня он с одной дыркой. Ну, не знаю. Потом, может быть. Карта сокровища найдена на кладбище хосписа. С парящими свечами. Кладбище Хоксмеда. Кладбище Хоксмеда. Мост. Пересечь мост. Ночью. Хоксмед. Кладбище. Лес. Пересечь мост со свечами. С люмусом. Ну, это не кладбище. Кладбище дальше. Значит, мост все-таки тот, который нам нужен. Тот дальше. Ну, он тоже кто-то бегает ищет, наверное, да? Слышишь, это не ты мне нужен? Вот вход. Это точно он. Лубайс. Ну, вот я включаю люмус. Вот этот мост. Вот странный мужик, который бегает. Я не знаю, что это такое. Я, может быть, вот этот мужик что-то должен мне сказать. Или свечи какие-то должны быть. Или карта. Что за карта? Ладно. Не буду вас беспокоить. Как и вас, собственно, призраков. Весело вас тут. Безусловно. А вот какой-то разрушенный дом. Вот я смотрю на это место отсюда. Ревельо. Тоже интересно. Тут замок. Ну, да. Сюда залезть пока не могу. Ай, я не знаю, как это открывается. Намек на то, что люмус нужно включить. Это... Что? Намек на то, что с люмусом-то надо пробежать. Или что-то... Подобное. Но... Не получается. Вот типа от входа... В лес. Оттуда-туда. Оттуда-сюда. А на карте ж ничего нет. Да ничего нет. Не дает смеха секрет. Я не понимаю, как с кладбища и лес рядом. Нет тут леса. Но кладбище есть. Мост есть. Ладно, народ. Все. Перемещаюсь я на локацию подальше. Если что, это место... Тут можно свои метки оставлять? Нет? Нет. Тут нет меток своих. Ладно. Попробую запомнить. Сейчас. Карта Хогвартса. Квест у нас где? Здесь. Вот основной квест сюжетный. Тут, кстати, место еще с Мальвой. А у меня, кстати, Мальва есть. А сколько у меня Мальва, интересно? Мальва. О, так у меня ее 6 штук. Я хотел купить по эти. Нет. Мне хватит. Найти места. Остальное еще подберем по дороге. Давайте сюда. А это что такое у нас? А, это тут эти животные мелкие бегали пушистые. Тоже надо будет к ним как-то заглянуть по свободе. Но это она уже, наверное, с метлой. Когда метла будет, мы полетаем по этим интересным местам. Пока вот так вот. А здесь нам предлагают прогуляться впервые по запретному лесу. Да, в следующей серии будет интересная. Я очень хочу посмотреть запретный лес. Как он здесь сделан? Как реализован? Место жуткое. Там всегда пауки обитали. Кентавры. Может кто-то еще. И кто того призрака обезглавил? Он даже не знает, кто его обезглавил. Легкий ветерок. Что бы это значило, интересно? Да не кричи ты. Мы на этом месте были. А вот мост такой же, как в этом. Как у меня в задании. На карте. Смотрите. Вот такой же мост. С одной дыркой. Тут свечи. А ну, люмус не тут. Где-нибудь. А вот что-то лежит. Что-то лежит. Любовное письмо. Дорогая Аполлония. Приглашаю тебя на пикник. Я знаю, слоеные пироги ты любишь ничуть не меньше. Хороших тайных загадок. Надеюсь, на скорую встречу искренний твой Ричард. А ну, люмус не здесь. Вот место. Нашли. Опупеть. Свете зачарованы. А дальше куда идти по карте? Или не важно. Ё-моё. Я там, наверное, часа два провел бы с этими мостами, бегая. Похоже, эти свечи ведут к запретному лесу. Эй, это плохо. Я не хочу сюда пока идти. Эй. О, тут куропатка. Ё-моё, они уже здесь. Я иду, иду, иду. Меня уже кто-то заметил. Сейчас будет убивать. Так тут везде демоны. Чувствую, не дойду я никуда. Ну, там змея какая-то. О! Сокровище должно быть неподалеку. А, вот их романтический вечер. Слышите, вот он. Видимо, для кого-то пикник в запретном лесу. Да по записке любовное свидание, о котором мы говорили с вами. Темная дворняга. Поиск сокровищ завершен. Призрак нашей любви. Завершите задание. Обновлено. А что обновлено? Завершено. Это дворнягу убил. Просто она может помешать нашим влюбленным праздновать. Ну что, место для влюбленных. Хорошее завершение, учитывая, что я снимаю эту серию 14 февраля. И на такой вот ноте заканчиваем мы с вами эту серию. Очень романтично. И очень вовремя. Ну что, и закончили, и закрыли еще квест с этой секретной картой. Да, он исчез, значит закрыт. Прикольно. Я бы там искал. А он оказался где угодно. Так, народ, коллекции, смотрим. Нашли вот зелье Максима. Вы купили, вернее, его. Можем его делать теперь. Вот. Пушицевая топеройка. Эти твари часто сливаются с окружающей средой, чтобы их не обнаружили, пока добыча не окажется достойна. И достаточно близко для нападения. Ревелио поможет вам найти их при исследовании мест обитания этих существ. Они особенно уязвимы, пока пытаются отправиться от своего атакующего выпада. Атакуя в этот момент, используя мощные заклинания, их можно легко перевернуть или отбросить в разные стороны. Вот как его перевернуть можно было. Понятно? Мощным заклинанием, когда он летит на тебя. Или пытается оправиться. Угу. Ладно. Если еще пасть широко раскрыта, ее пасть, то на мясистый язык топеройки можно воздействовать с помощью левиоса, чтобы поднять ее в воздух. Ну, у меня получалось за язык поднять ее, да. Она ответила за свои слова. Так. Тут у нас что? Вот шарфик нашел. Искателя сокровищ. Шарф для непревзойденных искателей и приключений, полученный за нахождение скрытого сокровища, следуя указаниям карты. Это только что нам его дали. Новый скин. Окей. Что-то первое мы получили. А первое это защита от волков. Мех. Пушишки. Нам что, привидется пушишек убивать? Снижает урон, полученный от темных дворняк. Народ. Пушишку надо убить будет. Так они ж милые. Так. Это мы нашли и сделали. Это мы тоже с вами нашли. Это доска ляквидича. Еще что-нибудь будет? Нет. Нет. И растения. Новые ингредиенты, которые добавлены нам сегодня в коллекцию. Кстати, последние. А, почему последние? 10 из 16. А где остальные? Куда их? А, я их просто не нашел. Там, где галочка стоит, тут просто все нам показали. А ингредиентов не так и много для сбора. Учитывая, какой большой мир, посмотрите, сколько всего. 16 ингредиентов на весь большой мир разбросаны. Может, конечно, это и к лучшему. Надо будет бегать, каждый раз что-то доставать. Все, на этом мы все с вами открывали. Блин, опять что-то появилось. Что ж такое? Подожди, это задание. Это упокоение. Это хитромные ключи. 12 из 16. Еще 4 шкафа нам надо вскрыть. Но этого с лизеринцев надо и у пуф-индуйцев погулять по факультету. Я думаю, мы их найдем. Рано или поздно. Так, здесь что? Здесь у нас вот это вот что-то не активировалось. А что ж тут было? Внизу, наверное, что-то. А, вот. Перуанский порошок мгновенной тьмы. Это мы с вами читали. Еще что-то? Да что ж такое? Что-то внизу самом-то. Вот. Меня тоже находили. Так, есть. Это мы нашли. Инвентарь. Что-то нам опять предлагает. Это вот. Любовное письмо, которое мы нашли. И нашли место, где эта парочка заседала. Даже свечи им принесли. Как-никак. Снаряд женится. У меня новый шарфик появился. Искатели сокровищ. Это он? Да, вот он новый шарфик. Ну что, моднявенький. Моднявенький шарфик. Так как мы с вами ищем сокровища, то очень хорошо он сливается с нашим облачением. Мне, кстати, этот наряд что-то как-то по душе. Не знаю почему. И плащик такой, как надо. И вроде как и к Хогвартсу есть принадлежность, и к Гриффиндору есть элементы. И бегаю неплохо. Шотландец такой себе своеобразный. Ну что, друзья. Все. Остаюсь я вот на этом месте. Начинаем следующую серию с запретного леса. Среди свечей и влюбленных призраков, которые здесь находятся. Я буду ждать новой встречи с нашим главным героем в этой игре. Все. Спасибо всем, кто смотрел, друзья. С вами был Дмитрий и канал Шедвиль. Игровые миры. До новых серий в Хогвартсе. Пока.